Девушки отдыхают Девушки отдыхают Стиль, в котором играют пурпурные ребята, можно смело назвать украинским инди-попом. В 2008 году группа стала популярной благодаря легкому, приятному и мелодичному звучанию. Ну и, конечно же, активному продвижению в интернете. Привет, я Ната, это Женя, мы Пурпур. Отлично. Мы познакомились на почве фотографии. Длинными вечерами мы сочиняли музыку. Ну, просто как отдохнуть, потому что нужно было переключиться. Было интересно, чего тут вообще происходит? Песни свои играли только родителям. И с родителем, и с трем друзьям. Философия музыки «Пурпур» – минимум средств, максимум разнообразного звучания – быстро нашла своих поклонников. Все началось с того, что группа разместила в Ютьюбе свое первое видео на песню «Cosmic Girl», снятое одним кадром. Ролик попался на глаза продюсеру «Пятница» Эдуарду Шумову, который пригласил музыкантов выступить на московском фестивале «Вдох». Фестиваль был через полгода, и у нас было время подготовиться. А мы не группа, мы еще не решили, как мы называемся. У нас там что-то 12 набросков, из них 7 песен. И мы ударили по рукам и решили, что да, идем туда. Дебютный альбом «Пью» можно было бесплатно скачать в интернете или по желанию заплатить любую символическую сумму. Этот грамотный маркетинговый ход позволил группе быстро стать популярной. «Пурпур» начал активно гастролировать по Украине и России. Но слава разошлась гораздо дальше. Нам написали из Мексики, мексиканский журнал, который захотел взять у нас интервью. Девочка, которая прессой занимается, говорит, «Ребята, что вы там типа футболите, мексиканский журнал, они же хотят обложку». Я говорю, а я подумала, что это какая-то, значит, шутка. Гастроли продолжались. В Суме по бескрайним просторам ближнего зарубежья музыканты налетали и наколесили около 44 тысяч километров. Чего только не было. И всевозможные фестивали, и клубные выступления, и просто квартирники. Я вот о стадионах мечтаю. Последние 4 года мы занимаемся тем, что просто ездим. И мы ездим круглый год. И это не прекращается ни зимой, ни летом, ни осенью, ни весной. Ну и ты фактически живешь в автобусах, поездах, самолетах. Нашли на что жаловаться. Короче, у ребят полным-полно концертов. А это говорит об уровне, которого они достигли. Однажды на разогреве у них даже был человек, у которого, как известно, мысли и еще те скопуны. Во-первых, когда Лего Газманова вживую, видишь, я так типа... Он очень веселый парень, вышел такой, с детенцем. Слушай, ну... И прокачал, вообще нереально. Каждый направляет творческую энергию по-своему. Кто-то мелькает на светских вечеринках, кто-то ввязывается в политику, а кто-то не изменяет любимому телу. Вот и Пур-Пу решили подготовить суперновую концертную программу и проехаться с ней по Украине. Вот сейчас мы готовим программу с оркестром. В августе мы еще сделали электронную программу. Да, нас позвали на Казантип, и мы решили, что в этот раз... Ну, мы все время ездим, как бы, мы уже четвертый раз ездили. И вот те предыдущие три раза мы ездили, и было так, типа... 8 сцен вокруг, все такое... И у нас там... То есть вообще нас, короче, было не... Ну, как бы, было слышно, но атмосферу создать не получалось, потому что все перебивало. Мы такие, так, значит, четвертый раз мы эту ошибку не повторим. И написали свое. Нам надо бежать, да? Да, уже надо бежать. Макс, давай, до свидания. Мы поехали. Макс, давай, до свидания. Макс, давай, до свидания.